Возьмем латунный цилиндр, околожденный до минус 15 градусов. Поместим на него каплю воды и посмотрим, как она замерзает. Мы видим четкую границу между льдом и водой. Капля отдает свое тепло холодному металлу и замерзает снизу. Но форма капли пока что не меняется. И только в самом конце на макушке капли появляется четко выраженное коническое острие. Границу между льдом и водой мы видели сбоку. А как же она устроена внутри капли? Вначале фронт замерзания является плоским. Но когда он поднимается выше, вода в центре капли отдает свое тепло вниз, а у края капли не только вниз, но и вбок. Поэтому лед на краях наберзает быстрее, и фронт приобретает форму вогнутого блюдца, которое в итоге превращается в сферическую чашу. Теперь все точки фронта движутся вперед с одинаковой скоростью, и тепловой поток всюду одинаков. Чтобы убедиться в этом, не дадим капли замерзнуть до конца, и быстро откачаем воду из ее макушки. Вот эта сферическая ямка на вершине. А вот так выглядит замерзшая капля в разрезе. Теперь вспомним о том, что плотность льда меньше плотности воды. И поэтому объем замерзшего льда будет больше исходного объема воды. Этот избыточный объем и создает при замерзании коническое заострение на вершине капли. Для расчета угла при вершине конуса следует приравнять массу водяной чечевицы массе льда в получившемся конусе. Из расчета получается, что этот угол должен быть равен 65 градусам. И именно такой угол мы наблюдаем на опыте. Величина этого угла впервые была теоретически получена в работе команды школы Пифагора, участвовавшей в сибирском и российском турнирах юных физиков 2014 года. А статья с этими результатами опубликована в American Journal of Physics. Участники команды сделали замерзающей каплей много разных других опытов. Когда в воду добавлялась марганцовка, макушка конуса заметно заострялась. Дело в том, что вымерзающий из воды лед опресняется, и растворенные соли концентрируются у макушки. А если охладить металлическую подложку очень сильно, на верхушке замерзшей капли появляется красивый венчик из снежинок. Это водяные пары конденсируются из окружающего воздуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин